Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. И мы решили подвести итог нашему путешествию в этом прекрасном ресторане «Азия», называется он «Азия Вок», который расположен на южном мысе этого громадного острова, который обходится за 40 минут по периметру. Мы на южном мысе, вот вот идем, с открытой вераночкой, там океанчик плещется. А здесь вот готовят нам вкусную еду. Сегодня день индонезийской кухни. Вот как раз мы и отметим индонезийскую кухню, попробуем. Я вам расскажу, насколько она хороша. Теперь хочу вкратце подвести итоги нашего недельного отпуска и рассказать, почему это настоящее рокерское место. Но мы здесь уже не первый раз, я имею в виду на Мальдивских островах. В тот раз, года три назад были на другом острове. Он был намного меньше. Этот за 40-50 минут можно обойти, а тот можно было обойти за 30 минут. Там был один ресторан. Здесь все-таки три больших ресторана, три бара, 280 номеров и каждый вечер какие-то развлечения. Какие развлечения? Это привязка к року. Дискотеки, выступления народных коллективов в фольклорных местах. И самое главное, здесь через день практически выступает местная рок-группа. Вот такие классные музыканты. Прекрасные просто музыканты. Поэтому это самое настоящее рокерское место. Воздух 30 градусов, вода 28 градусов. Ну что здесь отличительная вещь? Я хочу сказать, мне понравилось, как здесь относятся к собственному персоналу, к собственным сотрудникам. У них целый городок. Со своей волейбольной площадкой, с теннисным кортом, с актовым залом, со своим бассейном, со своим гимнастическим залом. Все, комфортные квартиры, все великолепно. То есть отношение к людям прекрасное. И, соответственно, они относятся к гостям доброжелательно и радушно все делают. Ну какие? Чаевые принятые, конечно. Мелкие чаевые. Такси вызвал, там доллар оставил. Постель тебе убрали, там комнату прибрали, пару долларов оставил. Они не гордые, не избалованные. Нормально воспринимают такие чаевые. Официант то же самое. Доллар, два доллара оставил, все нормально. Ну имеется в виду официанту в общем ресторане. В ресторане а-ля кар там, конечно, процентов 10 это надо оставить. Как положено. Какие впечатления? Ну я честно скажу, я прям оздоравливался здесь. Вот эта энергия океана, энергия вот этого неба прозрачного, энергия чистого воздуха морского, соленого. Ну просто классно. И вот эта вот комфортная атмосфера, доброжелательное отношение людей, прекрасная музыка, вкусная еда. Прям чувствую, оздоровился. Даже за неделю. Но хотелось бы побыть две недели. Но мы же не можем этого себе позволить. Потому что там скучают хейтеры без нас. Виртуозные хэви метал, попс, репа, шансонщики с гитаристами. Они же не могут без моих песен, без моих рок-н-роллов. Поэтому вот только на неделю и отличились. Сейчас мы все это дело отметим. И завтра вылетаем в Москву. Ну и оздоравливающее действие на организм русского рокера. Конечно же, оказывает внешний вид. Вот эти пальмы. Это вот баунти, рашеское наслаждение. Пальмы, море, песок белоснежный. Ну красота. Так и хочется сочинить рок-н-ролл. И я один сочинил. Как приедем, я его сыграю. Отработаю, снимем клип и вам покажу. А как? А как? Давайте как. Вы думали, только гитары провожу из других городов? Не, я провожу из других городов еще и рок-н-роллы хорошие. Баллады и блюзы. Вот отсюда привезу рок-н-ролл. И, хотя это не Ямайка, но тем не менее, вот этот белоснежный песок, море и пальмы навеяли мне. Мотивы регги. Поэтому я еще придумал одну песенку в стиле регги. Тоже ее сделаю и представлю вам на ваш суд. Может быть так и назову ее. Под воздействием мальдивских островов. Ну что-нибудь такое. А вы потом будете меня критиковать. Я говорю, нет, это не регги, это плохо. Это некрасиво. Ну что, закусь принесли. Поэтому надо произносить тосты. Без тостов пить же нельзя, это просто неприлично. Интеллигентному человеку без тостов пить просто нельзя. Особенно рокеру русскому. И первый тост у нас всегда за нашу матушку Россию. Вот за это мы всегда. Поэтому давайте, друзья, за Россию матушку, чтобы она процветала, чтобы она была главным государством. И чтобы мы принимали самое непосредственное участие в ее возрождении, в величии, в становлении. За это давайте. Попробую. Чем они тут людей стращают? Стращают. А ну. Свинина рубленая с овощным соусом. Во! Очень вкусно и оригинально. Хорошо. Порадовали. Первой закуской порадовали. Посмотрим, что будет дальше. Ну, принесли вторую закуску. Напрашивается второй тост. Без этого никак. Это салат с тунцом, с самим салатом, ну, с овощами. А второй тост мы всегда пьем за славу русской рок-музыки и за рок-группу Волощука СД, чтобы она загремела на всю Россию. А потом на весь мир. Вот такой тост. Такой нетрадиционный, неизбитый такой тост. Вот, хотя за рок-группу Волощука СД. Конечно, мы создали прекрасные песни. Ну, что могу сказать-то? Свежо и оригинально. Как в саунд-рогруппу Волощука СД. Это оригинальный салат. Принесли третье блюдо. Индонезийский супец. Видите, такое, что-то такое среднее между том ямом и нашим борщом. А под это надо выпить обязательно. Потому что без тостов, вы понимаете, невозможно. И третий тост же у нас традиционный. Вы не забыли, что моряк? Я же моряк. А моряки третий тост всегда пьют за колгос. За тех, кто в море. А мы как раз находимся на море, на кияне. Поэтому я хочу выпить за наших русских мужиков, которые на вахте, в дозоре, в карауле. И, конечно же, хочу выпить за местных моряков, которые в море. Но больше всего я хочу выпить за наших рокеров, которые сейчас несут в вахту на каких-нибудь сценах, в фестивалях, развлекают народ. Вот за всех, кто в море. На посту, на вахте, на концерте, на сцене. Вот давайте. За ней, за всех. Пробую. Ну, слушайте, я не ошибся, когда сказал, что это среднее, с том ямами и борщом. Тут капуста кислая, реально. Но вкусно. То есть здесь овощной супец, и с лапшой, и с кислой капустой. Вкусно. Реально вкусно. Ну, перед старым блюдом, тут грамотно все. Они принесли сорбетик, чтобы мы перебили вкус предыдущего блюда. И за их творческий подход к ресторанному делу, и за понимание вкусовых вещей таких вот, правильных, я хочу выпить за местное население, за хозяев этой страны, и за хозяева этого острова и отеля. Хочу пожелать им быть такими же добродушными, гостеприимными, особенно, чтобы они встречали русских людей гостеприимно, выделяли их, и особенно рокеров знаменитых, типа Волчукайз, да? В том числе, я хочу выпить за золотые руки вот того вот мастера, который пошил мне эту гавайку. Это у меня третья гавайка. Первую я пошил на Шри-Ланке лет 15 назад, дадыр стер. Вторую я пошил в Таиланде, дадыр сносил. Во все отпускаю ее брал, ну, потрясающе. Но здесь это просто произведение искусства, обратите внимание. Ну, потрясающе рубашонка. Поэтому за местное население, дай бог им всем здоровья и процветания, и чтобы они любили русских людей. Давайте. И перед вторым блюдом я рецепторы свои освобожу от предыдущего вкуса. Хороший сорбетик. Ну и вот они принесли главное блюдо дня. После сорбетика, рецепторы очищены, я заказал себе стейк настоящий, толстенький, средней прожарки, с кровью. А мой знаменитый режиссер, продюсер заказал себе лобстера. А выпить я хочу за разнообразие этого мира, и чтобы у нас, у русских людей, была возможность это разнообразие потреблять и восхищаться им. Так, видите, средней прожарки. Все великолепно. Стейк изумительный. Соус. Во. Ну, умеет, умеет человек. Это повар высшего класса. Ну, и мой режиссер и продюсер разрешил мне попробовать лобстера. Что мне нравится? Еще я не пробовал, а что мне уже нравится? А мне нравится, что его уже почистили от панциря. И не нужно руки ломать, щипцами этими орудовать. А сразу отрезаешь соус его аккуратненько. И попробуем сейчас. Сам лобстер приготовлен великолепно. Но. Я хочу сказать по поводу этого соуса. Если проводить аналогию с швейцарским сыром. У них самый дорогой сыр, это вонючий сыр. С плесенью. И чтобы он еще и вонял. Так вот у них соус вот этот. Он считается у них очень крутым. Он с запахом гниловатой рыбы. Он очень вкусный. Но вот этот запах для русского человека, оно не привычен. Ну, гниловатой рыбы. Протухшей немножко рыбы. Но очень вкусный. Реально очень вкусный соус. Да простит меня Елена Ивановна, но я еще кусок съел. Еще кусок с этим тухлым соусом. Как с гнилым швейцарским сыром. Повару 5 с плюсом. Ресторану 5 с плюсом. Потому что обслуживание выше пилотаж. Аккуратно, вежливо, быстро. И очень вкусно. Ну вот, заключительная часть марлезонского балета. То бишь, вечернего прощального ужина перед отлетом в Россию. Принесли десертик. Который состоит из рулетика с орехами, кусочка мармелада и мороженого. И сейчас еще принесут мне кофе капучино. Но, вы же знаете, что я как русский интеллигент, тем более рокер знаменитый, я обязательно произношу тост. Без тостер нельзя. И меня поймут все мужики. Я хочу выпить за самого главного человека в моей жизни. Благодаря которому мы все здесь оказались. Это, конечно же, моя любимая супруга. Вот я хочу ей пожелать здоровья, энергии, постоянного прекрасного настроения. И чтобы она нас шевелила и заставляла жить полноценной жизнью. И побольше снимала всяких фильмов и показывала их вам. Давайте. Давайте, Леран, за вас. Без вас мы бы сюда точно не приехали. Мы же ленивые. Мы сюда бы не поехали. А так вы нас собрали в кучку и вперед на Мальдивы. За вас. Пробую. Ну, что хочу сказать. Легкий фруктовый десерт. Вот это блинчик. А там внутри фрукты различные и орехи. Ну и чуть-чуть мармелада. Хорошо. Хотел срезать один плюс с ресторана. Думал, принесу, что плохое. Не. Остаюсь в своем мнении. Пять с плюсом. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащу Валащу